всем привет опять разговоры о рок-музыке что такое рок-музыка чем она отличается от просто музыки да ничем не отличается такая музыка вот я ответил на вопрос можно тему закрывать про рок-музыку поговорили боб дилан у меня вот тут на диванчике сидит лежит стоит не все пластинки которые у меня есть у меня их много я очень люблю боба дилана даже ходил на концерт в ледовый дворец по моему да в ледовом дворце играл дилан лет 10 назад наверное это даже больше играл он с джазовым бэндом и пел старые песни измененные настолько что только по строчкам текста можно было понять что же это за песня совершенно в других аранжировках в другой обработке с другими гармониями в другом темпе в джазе в каком-то таком делом сидел играл на клавишных от джаз бэнд играл свою совершенно какую-то особенную отдельную музыку и все это было очень круто очень здорово но люди плевались которые пришли на боба дилана все хотели услышать старые хиты старика циммермана и они их услышали только не так как не в том виде в каком привыкли а мне очень понравилось на самом деле очень хорошая была музыка отличный бэнд отличный боб дилан очень уставший потому что старенький у него какой-то тур был по моему он не просто так приехал в россию сидел на стульчике играл но было здорово на самом деле боб дилан какую пластинку не возьми из ранних особенно это у меня ранее тут несколько штук опять таки не все blown in the wind пожалуйста сразу тут тебе сразу что у нас тут ну тут много чего да times да я ченчин и прочее прочее но это фолк такой да начиналось то все с фолка а пришло к настоящему худше сказать тяжелому року не тяжелому а просто к рок-музыке вот эта пластинка у меня одна из самых моих любимых из всех пластинок вообще если говорить о всех моих любимых пластинках самых любимых но их штук сто наверное берется таких самых-самых вот она одна из них боб дилан хайвай секс тиван revisited 1965 год мне к сожалению нет пластинки bring it all back home почему к сожалению в данный момент у меня ее нет потому что хочется знаете всегда сказать это первый альбом рок-музыки и показать его и начать болтать про него первый это самый первый альбом рок-музыки наполненный содержанием вот до этого рок-музыка была поп-музыкой такой про любовь песенки и и про легкие отношения не затрагивающие проблемы окружающего мира а эта пластинка первая которая стала тем самым роком из которого вырос и протест и серьезные темы и история и планы на будущее и фантастика и все-все-все-все это не первый альбом это второй альбом брилли металл back home это первый такой был электрический альбом дивана а это второй но он еще более электрический еще более жесткий еще более яростный и он как раз таки и сломил всех кто были вокруг дивана я имею ввиду рок-музыкантов сломил в хорошем смысле и битлз стали играть и петь по-другому и все остальные вслед за битлз услышав сразу в англии что что в какую сторону идут битлз сразу тоже перестроились быстренько я дико не люблю выражение вот это вот про менять обувь на лету это такая пошлость невероятная и когда я читаю где-то в каких-то комментариях вот это я сразу человека этого вычеркиваю из виртуальных собеседников потому что пошликов не выношу изменили ориентацию музыкальную я так скажу после этого альбома и было очень смешная история и вычитал книжки александра кана когда после записи этого альбома боб дилан выступал на каком-то фолковом фестивале уже был героем фолк-рока его обожали все вот эти вот люди с гитарами ну как у нас барды такие вот у костра сидящие с гитарами это джан баяс там все вот это вся вот эта компания обожали молодого парня боба дилана который пел вот эти вот блоганы the wind красивые акустические песни а тут на сцену вышел парень в черной коже вытащил за собой электрический бэнд они включились в плохонькую аппаратуру предназначенную для ребят с гитарами и врезали натурально были врезали лайка rolling stone и весь набор электрических песен любители бардовский американские песни плевались негодовали предали дилана анафеме сказали что он предатель продался как у нас любит у нас тоже любят так говорить он продался он стал играть по псу но где он тут такую сыграл по псу что мало не кажется никому я уже говорил что одна из сотни наверно моих самых любимых пластинок набрал удивительный состав музыкантов чем именно набрал люди зачастую случайно оказывались студии как эл купер например замечательный клавишник композитор певец аранжировщик собравший скором времени группу blood sweet and tears из которой ушел после запись первого альбома и записал довольно много своих сольных альбомов очень хороших у меня парочка есть думаю я про один из них я рассказывал при встрече с дмитрием юрьевичем кажется но расскажу еще потому что это стоит того эл купер и из из известных таких в нашей стране людей майкл блумфилд один из величайших белых блюзовых гитаристов наверное мира в его боготворили в америке во всяком случае в то время его боготворили он был просто номер один здесь он играет много но скромно так получается много но скромно не лезет вперед хотя несколько сольных выходов у него есть конечно tom stone blues он играет длинные ноты несколько раз так вперед выходя и уходит обратно не перебивает ни в коем случае то что то что поет и играет боб дилан он играет на фортепиано и на гитаре и на гармошке естественно и поет удивительные песни набор песен такой что не знаю но может позавидовать любой автор любой начиная там с не знаю с тридцатых годов прошлого века заканчивая нашим временем и эти песни оказали такое влияние фантастическое какие-то банальности такие говорю они оказали влияние на массу исполнителей ну чтобы не быть голословным я скажу что группа окейт фая например мною очень уважаемая канадская современная вполне да это в чистом виде боб дилан просто с другими тембрами и с другим голосом все сделано и они не отрицают что дилан это как для них отец-основатель дилан спрингстон это те люди на которых опиралась окейт фая прокат фая отдельно расскажу но там слышно просто там просто слышно структура песен подачи и как это как и для чего все это сделано это в чистом виде канадский боб дилан 21 века хотя очень громко очень электрически и в стиле дэвида баллы где где-то вот так вот ну лайка rolling stone про эту песню говорить не надо потому что первые секунды барабаны и въезд клавиш с гитарой и пошла вот эта песня лайка rolling stone сотни тысяч наверно коверов на эту песню существует это одна из самых знаменитых песен в мире в рок-музыке и в мире вообще в музыке 20 21 века наряду там second get no satisfaction yesterday с imagine и лайка rolling stone это конечно how does it feel ну да 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 прекрасная песня песня о свободе вообще весь этот альбом он настолько настолько он показывает безумие окружающего мира то не хорошее что происходит в мире и и это хорошее что есть внутри у каждого человека и смотрит на это с позиции художника то есть чуть чуть сверху чуть-чуть отстраненно и просто открывает такие широкие извините пожалуйста широкие горизонты открывает для слушателя что действительно можно открыть рот от удивления тем более в этом году когда никто ничего подобного себе не позволял петь о серьезных вещах настоящая поэзия глубокая всеобъемлющие я к сожалению не владею английским языком настолько чтобы читать и понимать эти стихи я читаю подстрочник но там и по подстрочнику видно что это поэзия что это такие образы такие метафоры так это все глубоко и все это про нас и все это про нас про то что все происходит одновременно в мире и война и солдаты умирают здесь и мама работает на фабрике у нее нет новых туфель папа роется в помойке чтобы найти пропитание а я сижу дома ничего не понимаю а вокруг меня ходят наполеон там шекспир и джульетта у них идет своя жизнь и все это идет одновременно и весь мир раскрывается в каждой песне раскрывается весь мир это не чушь я какую-то сейчас сказал а это правда и все это с музыкой все это с мелодией где он писал в ту пору замечательные песни с мелодиями с хорошей гармонии все это все это подается все это вместе с музыкой это не просто стихи это именно песни desolation row которая длится 11 минут финальная если вы помните песню майка науменко уездный город n она написана под впечатлением desolation row как раз вот это вот заброшенная грязная улица которая есть в любом городе в любом поселке в любой деревне стоит внимательно посмотреть на эту грязную улицу и вы увидите что весь мир присутствует на этой улице там есть все как в каждом из нас есть бог частица бога и есть своя вселенная огромная также в любой подворотне на любой заброшенной улице на невском проспекте там на пикадилли где угодно присутствует весь мир все проблемы мира собраны вокруг нас и достаточно открыть глаза пошире и вы их увидите при этом еще и песни очень хорошая музыкально она такая катится как колесо зацикленная зацикленная гармоническая такая история повторяющаяся и в нее входишь в эту песню и поплыл по ней плывешь просто впадаешь в медитацию слушаешь эту чудесную историю даже можно без перевода потому что музыка сильнее слов музыка говорит сама за себя если перевести еще посмотреть текст вообще вообще красота ну like a rolling stone я уже сказал это просто рок настоящий который заставляет переворачивать свое свое мироощущение свой взгляд на рок музыку вообще что происходит томс то он блюз это как раз кусочек я уже рассказал мама работает на фабрике папа ищет пропитание а в это время вокруг происходит много всего как майк опять-таки спел вокруг происходит так много всего что я не знаю что еще рассказать это из песни уездный город н и она опять таки блюзовая вообще весь альбом он очень блюзовый он весь весь на блюзе за исключением пары песен за исключением может быть вот как раз it takes a lot to love it takes a train to cry следующий номер она такая кантри уже такая чистый кантри а вот форма бью xx следующий номер предпоследний на первой стороне это уже блюзевич такой настоящий можно сказать ритм и блюз с гитарой блумфилда вовсю здесь он тоже скромно но ее много достаточно настоящий такой блюзевич хороший балатов финмен страшная достаточно песня опять-таки на блюзовой основе queen jane approximately майк позаимствовал кое-что из этого произведения в этот день может быть ты придешь ко мне есть такие строчки хайл и 61 revisited еще один жесткий ритм и блюз очень мощный очень драйвовый и раз лайк там 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 с блюз само название говорит за себя все в блюзе все громко с барабанами с клавишами элла купера с гитарой блумфилда и с голосом дилана который я очень люблю мне очень нравится как он поет можете смеяться можете плакать можете считать меня сумасшедшим мне очень нравится как дилан поет он поет по-разному он может петь и более-менее классическим вокалом у него есть пара пластинок с чистым голосом а может петь так как мы привыкли гнусава но достаточно точно иногда вокруг нот иногда подъезжая иногда съезжая иногда точно интонируя по нотам потому что все это умеет и все это делает очень здорово но дело не в этом совершенно а дело в том что это замечательные песни которые останутся они собственно говоря остались в истории и останутся очень очень надолго это настоящее большое искусство пошел пить боб дилан с